Мой вопрос. В христианской традиции существует практика молиться о близких. То есть мы не просто прославляем Господа, повторяем Его имена, но также просим, обращаемся к Нему о том, чтобы Он позаботился о тех, кто нам дорог, и не только. Вот, допустим, мы говорим это «позаботься, сделай это так в той форме, как ты считаешь это правильным». Насколько этот механизм эффективен и как он работает, если каждая душа самостоятельно несет последствия за свои действия и строит свои индивидуальные отношения с Господом? Сегодня слушал историю. Хороший вопрос. И это всегда хорошо за других, желать блага другим, молиться за других. Вопрос, насколько мы эффективны в этом, я об этом хочу сказать. Это хорошая тенденция, о чем вы говорите, я поддерживаю ее. Но я бы хотел, чтобы вы в этом достигли успеха также, не просто пытались это делать, а именно достигли успеха в этом. И сегодня слушал историю с Пуран. Я регулярно это слушаю, практически каждый день, разные истории. Там была история о грешнике Аджамиле. Этот Аджамила жил неизвестно когда, это Пуран, древняя история. Он родился в семье Брамана, священника. Он наследовал праведность с детства, с молоком матери. И когда достиг уже юношеского возраста, он был очень чистым, ну, настоящим был, знаете, настоящим вот этой головы общества, сострадательным, любящим, понимающим, осуществляющий свой долг, знающий Писание хорошо, умел жить согласно этой чистоте, он все это прекрасно понимал, эти законы, был воспитан с рождения. Оу, случилось одно несчастье с ним. Он пошел в лес за дровами однажды. И увидел странную, слышал какие-то странные звуки, и решил посмотреть, что там в кустах происходит. Это чисто юноша. У него уже была невеста из хорошей семьи. Практически уже его жена. И он увидел, что там два пьяных человека, мужчина и женщина. Одна оказалась проституткой. Они были пьяные, обнимались, веселились, стали совокуплять. Но он задрожал весь. И он вдруг почувствовал все, что они чувствуют. Вот этот алкоголь, вот эта вот смелость, вот эта вот радость, вот этот секс, это возбуждение. И он тут же вспомнил, а что скажет мой отец? А что я перед Богом скажу? Нужно уйти отсюда. Но он не смог. Запал ему это в сердце, это страсть. Он тогда такого не видел. Он стал думать о твоей проститутке. В конце концов, он перестал выполнять свои обязанности, читать Священное Писание. Он стал думать об этой свободной любви, что почудилось, что это настоящая жизнь, без закона, без правил, предписаний, захватывающая анархия, духовная анархия захватывающая. Никаких правил предписаний. И он нашел эту проститутку, потом и женился на ней. Расстался со своей молодой женой, отец от него отказался, он всем пожертвовал ради нее. И он, конечно, уже не мог потом уже действовать как браман в обществе, как священнослужитель в соответствии своей природы. Потерял репутацию. И он стал использовать свой интеллект по-другому. Он стал обманывать людей, мошенничать, он стал грабителем. Он потрясающие вещи придумывал, как грабить людей. Был очень интеллектуальным человеком. Самым хитрым из всех и коварным. И он так жил до старости, имел детей с этой проституткой, лишь бы только ей покупать украшения, исполнять ее желания. Он полностью был подчинен ее воле. И последний у него ребенок был. Назвал он его именем Бога. По просьбе какого-то святого, который когда-то в их доме остановился и... Он говорит, хочу тебя благословить, уходя. Он сразу увидел всю эту ситуацию, святой человек. Я тебе хочу дать благословение. Только одну мою просьбу исполни. И получишь благословение. Какую просьбу? Назови своего последнего ребенка, жена у тебя беременная, именем Бога на рай. Все, что я тебя прошу, и ушел. И он, ну хорошо. Ну, а я это выполнил. Так и сделал. Этот ребенок, ему уже было около пяти лет на рай, когда Аджамила, уже преклонный возрасте, увидел посланников смерти при себе. Лежа в кровати. Там описывается подробный внешний вид, и им адуты. Их и сейчас видят некоторые люди умирающие. Они не в прошлом были. Это посланники смерти для грешников. Это жуткий, страшный вид. С крючьями. Они врывают петлями душу из тела насильно, волокут ее. Это ужасное событие для грешников. Это отдельный разговор. И он увидел этих немадутов, и он не мог пошлить ни рукой, ни ногой. Тело было парализовано. И вдруг он взапил, как сумасшедший. Все, что у него было, привязанность к младшему сыну Нараяна. Души в нем не чая. Он взял, как сумасшедший. Нараяна! А-а-а-а! Спаси меня! Это было имя Бога. Вот тут интересная вещь случилась. Призвавший имя Господа спасется. В момент смерти, о чем вы думаете? Куда вы обращаетесь? Вот туда, тонкое тело. Момент смерти очень важен. Вся энергия идет туда. Вся. И когда эти немадуты уже вытаскивали, примерно с большой палец, тонкое тело вырывает. Примерно вот такого размера. И потом переносится в нужное место по назначению. Соответственно, с кармой, с этой матрицей идет туда, куда нужно. Следующее бытие. И его уже практически вырвали из тела. Вот этот ужас испытал самый страшный момент перехода в наказание уже из этой жизни. И когда он произнес этот звук на Райана, он увидел светослепительный. И все остановилось, как в кино. И голос был как громовой с неба. Стоп! И имадуты уже строгнули. Жуткие существа, неумолимые. Кто вы? Вы так прекрасно выглядите. Мы таких не видели существ. У вас глаза, как лотосы. От вас исходит сияние. Вы так украшены. У вас тела идеальные. Вы сияете, как миллионы солнц. И вы как можете нам приказывать? Вы знаете кто? Мы слуги закона. Мы не ошибаемся. Это грешник. И его нужно привести в соответствующее место, чтобы указать ему дальнейший путь наказания. Мы никогда не ошибаемся. Откуда у вас право останавливать нас, вершителей закона? Наш господин, Бог смерти, Ямарадж. Все подчиняются ему. Он сын солнца. И он знает закон безошибочно. Имадуты сказали. Это имадуты, посланцы Ямы, Ада. А это были посланцы Нарайаны, Вишнадуты. Они сказали, как-то странно, что происходит в жизни. Те, кто вершают закон, сами совершают беззаконие. Во что же людям тогда верить? Если те, кто судит людей, сами нарушают закон. Как вы можете наказывать невинного человека? Он только что произнес имя Нарайаны и освободился от всех грехов. Они вынуждены выступить этой силе, пришли к Ямараджусь, упали в ноги. Мы не выполнили твой приказ, мы не смогли привести тебя в грешника, какие-то существа. Они что, выше тебя? Есть кто-то выше тебя, выше закона? Ямарадж сейчас смеялся и говорит, вы глупые слуги. Вы знаете только закон. Вы знаете, что выше закона? Милосердие. Вот это и есть Всевышний, который прощает все грехи человеку. Никто другой. К тем людям, кто зовет Бога в момент смерти, даже в эту сторону не смотрите. Близко не подходите туда. Это запрет. И так, чтобы молитва была эффективной, нам необходимо отличить матерью и дух сначала. То есть молитва может быть и в неверности, и в страсти, и в добродетели. Мы не говорим, молитесь на работе, молитесь во сне или с друзьями, когда анекдоты травите. Молитесь здесь, пожалуйста, в сад вагоне. Потому что здесь вы отличите истину от неистины. Добро и зло. Тут вы все увидите на своих местах, как это есть на самом деле. И почувствуете счастье. Результат знания — это счастье почувствовать. В этом счастье будет все ясно. И вот тогда молитесь. В скорби молитва не настоящая. Она эгоистичная. «Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, я погибаю, мне тут больно, я болею, дай мне». Это тоже молитва. Но уже не такого уровня. Уже не такого результата. В скорби молитва всегда неполезная. Вот эта женщина, которая пошла в лес, на дровосеке нарубил дров, вязанку связал, на голову поставил. Она же не может сама поднять эту вязанку. Но она на голову взяла и пошла домой, старушка. А подруга споткнулась да упала, и вязанка тоже упала. И сама уже не может поднять, и Бог умолится, «Боже мой, Боже мой, помоги мне». «Я такая старая, несчастная, помоги мне». И Бог явился, говорит, «Что тебе нужно?» «Спасибо тебе, Господи, услышал мою молитву». «Поставь мне вязанку на голову, пожалуйста». Вот чем заканчиваются наши молитвы. Поэтому это хорошо молиться за других, но мы должны еще иметь мотивы правильные. Что же на самом деле благо принесет? Какая молитва, куда направлена должна быть наша молитва? Это целое образование. Но сам принцип, то, что молиться за других, это гораздо лучше, чем молиться за себя самого. Значит, начинается не с молитвы духовный процесс. Их девять процессов. Шараванам, Киртанам, Вишнос, Маранам, Падасианам, Марчанам, Ванданам, Дасиам, Сахьям, Атмани, Веданам. Девять процессов духовных считаются. Заповеди — это не духовные вещи. Не убивая, не пролюбивая, не крадетая, не духовные. Это сатва гуна. Дух выше. Выше этого. Шараванам, слушание о Боге. Киртанам, когда мы произносим славу Бога. С Маранам, когда помним Бога. И только потом начинается какая-то молитва, когда уже развит транс, памятование. Когда вы уже ощущаете транс, вот тогда уже начинается молитва квалифицированная. Сначала нужно услышать, потом повторить в том же духе и вот это пометование обрести. Пометование называется пхава. Интересное слово. Пхава означает то, чем я живу. Память. Не мысли бегающие, а то, чем я живу. Допустим, я родился — это пхава. Всё, вот я русский, вот мои родители, я этого не могу забыть. Это пхава называется. Это пометование. Вот я такой. Это мое определение. На всю пожизненное. Вот это пхава называется. Вот когда мы достигаем духовной пхавы, мы рождаемся второй раз как бы. Я душа. Оп. Я не забываю об этом. Я частичка духа бессмертного, счастливого и в знании. Вы это ощущаете. Это пхава. Вот в этом состоянии вы молитесь. И всегда достигаете успеха. Не в материальных проблемах. Хотя всегда любая молитва, как обращение, хороша. Это значит, что человек благородный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok